Друзья, всем привет! С вами Сноуайз. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего честного обзора это народный флагман от компании Samsung, Samsung S20 FE. Так называемый Fan Edition. Фанатская версия, которая как бы должна была учитывать все пожелания фанатов Samsung при выпуске новой удешевленной модели флагманского устройства. Данный телефончик вышел в прошлом году и сейчас уже была анонсирована обновленная версия S21 FE. Но пока она не вышла, этот телефон остается актуальным. Более того, на него сейчас очень вкусные цены. Ну и кто видел распаковку, те увидят, что телефончик, который был у меня на распаковке и тот, который у меня сейчас на обзоре, отличаются. На распаковке у меня была оранжевая версия, ну а сейчас глубокая синяя. И после того, как попользовался полторы недели тем смартфоном, который мне был предоставлен на обзор, я купил себе лично свой. И именно с помощью него буду сейчас вам рассказывать, почему же я его купил и чем же он мне так понравился. Начнем с дизайна. Если в S20 и S21 присутствуют премиальные материалы, металл и стекло, то здесь, да, это, конечно же, пластик. Но пластик здесь совершенно не стыдный. Именно вот эта темно-синяя версия, как мне кажется, смотрится очень выигрышно. Здесь матовый приятный пластик, который абсолютно не подвержен царапинам и отпечаткам пальцев. Окантовка здесь у нас металлическая. Это не пластмасса, как в новой А-серии, где действительно видно было, что это бюджетное устройство. Здесь же действительно телефончик смотрится и ощущается в руках вполне себе премиально. Экран здесь у нас 6,5 дюймов, Super AMOLED 90 Гц. И действительно плавность здесь шикарнейшая. Ну и, конечно, когда вышел этот смартфончик, это был один из немногих смартфонов у Samsung, у которого был экран 90 Гц. Потом вышла А-серия и входной билет в экраны высокой четкости, естественно, стал гораздо доступнее. Здесь, естественно, обновленная One UI от Samsung, и здесь она работает шикарно. Если вторая версия мне не очень нравилась с точки зрения своей оптимизации, здесь вопросов нет никаких. Все очень шустро работает, действительно без всяких проблем. One UI 3.1 на 11-м Android. Ну и 90 Гц, конечно же, доставляют. Плавность здесь шикарная. Опять же, стереозвук. Стереозвук здесь очень громкий, и мне гораздо больше понравилось, как звучит этот телефончик, и с точки зрения качества, и с точки зрения громкости, чем А52 и А72. Ну и, естественно, камеры. Камеры здесь шикарные. Все три модуля, они на своем месте. Здесь и телефото, и ширик, и основной модуль. Нету никаких маркетинговых 2-5-мегапиксельных модулей, которые никому не нужны. Все три модуля на своем месте и обеспечивают шикарнейшее качество. И, конечно же, оптическая стабилизация, которую, естественно, завезли в А52 и А72. Но, честно говоря, если сравнивать то, как работает оптическая стабилизация в S-классе, и как она работает в A-классе, это совершенно две разных вещи. Что не очень понравилось. К сожалению, процессор Exynos 990, несмотря на то, что очень мощный, здесь вопросов никаких нету, он жрет батарейку как не в себя. Snapdragon 720, которые стоят в А52 и А72, все-таки гораздо более бережно относятся к аккумулятору. Та же А52 с таким же экраном 90 Гц и с такой же батареей 4500 жила у меня где-то, ну, два дня точно. Этот же телефон запросто можно высадить за день. И действительно, батарея улетает просто на глазах, если начинаешь играть в игрушки и запускать какие-то ресурсоемкие приложения. Ну, и если запустить YouTube и на максимальной яркости его погонять, то мне хватило чуть меньше, чем на 10 часов экранного времени. Это, как мне кажется, для батареи 4500 мА, ну, скажем так, не очень хороший вариант. Но здесь у нас, естественно, поддерживается быстрая зарядка и беспроводная зарядка, поэтому никаких вопросов нету. Я в машине использую беспроводную, у меня она встроенная в панель. Дома и в офисе у меня быстрые зарядки, поэтому зарядить смартфон быстро в течение буквально часа, часа двадцати не составляет никаких проблем. Что касается производительности и синтетических тестов. В Antutu здесь вполне себе годные практически 500 тысяч баллов. Exynos 990 по мощности плюс-минус сопоставим со Snapdragon 860 и обеспечивает вполне себе флагманскую мощь. Очень жаль, что в России не продается версия на Snapdragon 865 официально, а именно такую версию продают в тех же США и в некоторых странах Европы. Я думаю, что многие предпочли бы именно эту версию, а не Exynos. Geekbench показывает тоже вполне себе солидные циферки. 513 на одно ядро и 2380 на все восемь. Внутренний накопитель здесь у нас очень скоростной. Естественно UFS. 200 мегабайт мы получили на запись и 782 мегабайта на чтение. Очень хороший результат. Естественно модуль Wi-Fi двухдиапазонный. И из 300 мегабит, которые выдает мне провайдер, практически все то же самое я получил, что на скачку, что на загрузку. Причем здесь поддерживается также протокол AX, либо же Wi-Fi 6. Поэтому если у вас есть роутер с поддержкой Wi-Fi 6, вы естественно получите более высокие скорости. Ну и естественно всегда тестируют GPS, здесь никаких вопросов не было. 31 спутник он увидел, 19 в использовании, довольно высокая точность. И я впервые, если честно, за долгое время вижу, что все спутники находятся в зеленой зоне. Ни одного спутника не было, ни в оранжевой, ни тем более в красной. То есть мало того, что здесь довольно высокая точность, но и держится он за спутники просто железной хваткой. Вот это вот действительно шикарный результат. Ну и естественно помимо основных тестов я установил игрушки и запустил мой любимый Car X. Поэтому давайте посмотрим, как здесь идут эти игрушки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и естественно никаких вопросов не возникло. Exynos 990 ворочает все это без всяких проблем. Но понятное дело телефончик начинает нагреваться. С верхней стороны вот здесь вот и немножко с этой стороны экрана. Ну и естественно во время игрушек аккумулятор улетает просто с молниеносной скоростью. Тот же Call of Duty или PUBG у вас убьет где-то 20-25% за 1 час игры на максимальной яркости. Что не очень опять же таки нравится. Естественно здесь у нас Super AMOLED и естественно он шумит. Здесь присутствует шим, но в отличии от той же A серии здесь шим менее выражен. И вот допустим если начиная с 60% яркости уже не так это сильно заметно. И даже вот сейчас снимая на камеру я вижу что строп эффекта никакого нету. Хотя если мы снизим допустим яркость до 20% то экранчик начинает стробить и на камеру это заметно. Поэтому я использую где-то на 60% либо же чуть выше и никаких проблем с шим не испытываю. Но опять-таки повторюсь если у вас чувствительные глаза то естественно либо же не покупайте телефоны с AMOLED экранами. Либо покупайте те модели в которых присутствует DC Dimming. Ну и давайте поговорим о камерах. Камеры это наверное одна из тех вещей которая подкупила меня и то из-за чего я и приобрел данный смартфон. Потому что я очень много снимаю, я много фотографирую и мне важно чтобы качество фото и видео было на очень высоком уровне. Особенно видео, потому что я снимаю очень часто влоги различные. Бывает что снимаю какие-то зарисовки на лету. Бывает так что мне нужно заснять что-то в офисе, а моей профессиональной камеры с собой зачастую не бывает. Здесь же все действительно шикарно. Мне понравилось как снимает телефончик на улице, как он снимает в помещении и какое качество картинки он выдает. Здесь он снимает в 4К 60 кадрах как на основную камеру так и на фронтальную. Причем с оптической стабилизацией как на фронтальную камеру так и на основную. Шикарное видео, действительно получается без всяких скидок, да и фотографии тоже нарядные. Но в общем, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим на примеры фото и видео, которые я сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Samsung S20 FE съемка в помещении. Освещение искусственное. Вот такая вот лампочка горит. И немного света от окна. Снимаю сейчас в 4К 60 кадров в секунду. И вот такую картиночку мы получаем. Никаких подтормаживаний на экране. Все очень четко. Причем так как наличествует оптическая стабилизация, картинка получается очень плавной. Съемка на улице. Ultra HD 4К 60 кадров в секунду. Работает естественно у нас стабилизация, причем оптическая. И работает она очень хорошо. Сейчас я иду по газону. И на экране все очень и очень плавно. Вот такую картиночку мы видим. Причем на улице сегодня довольно пасмурно. Прямо сейчас накрапывает дождик. Но он меня не беспокоит, потому что телефон у нас защищен по IP68. Поэтому никаких вопросов, даже если попадут брызги, у меня не возникнут. Вот такая вот плавная и четкая картиночка нас ожидает. На фронтальную камеру мы тоже можем снимать в формате Ultra HD 4К 60 кадров в секунду. И также работает стабилизация. Вот такая вот четкая картиночка нас ожидает. Задний план проработан отлично. Ну и я тоже абсолютно нормально виден. Не засвечен, не пересвечен. В общем и на фронтальную камеру можно снимать прекрасные видео. Ну и как мне кажется, здесь какие-то комментарии излишни. Действительно одно из лучших видео выдает данный смартфончик. Опять-таки если учитывать тот факт, что продается он сейчас по цене того же Samsung A72, то выбор здесь становится очевидным. Конечно же лучше выбрать именно S-серию, пусть и немножко облегченную, пусть и немножко удешевленную. Это, как мне кажется, очевидно. Телефон действительно понравился. Ну и опять же повторюсь, это лично мой телефон, который я купил после распаковки. Буду пользоваться им какое-то время, по крайней мере до выхода S21 FE, который я очень сильно хочу посмотреть. Потому что, насколько знаю, там будут тоже очень интересные и приятные фишечки. Вот такой вот смартфончик, вот такой вот народный флагман. Как мне кажется, это тот народный флагман, которого мы с вами так долго ждали и которого мы заслужили. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Обязательно поставьте лайк этому видео, если это так. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Всем пока.